Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец лично подсобного хозяйства. Самым опасным вредителем картофеля является колорадский жук. Сейчас я нахожусь на своем картофельном поле, и у нас уже начинаются профилактические обработки от колорадского жука. Ведь вредители и взрослые особи, и личинки крайне вредоносны для картофеля. Они поедают листья картофеля и даже молодые побеги. И если не проводить никаких обработок, то вредитель уничтожит весь урожай. Против колорадского жука существуют различные химические препараты. Это всем известные препараты Тонрек, Детис, Жукоед и многие другие. При обработке такими препаратами нужно учитывать определенные нюансы. Колорадский жук крайне устойчивый вредитель. Он быстро привыкает к одному отравляющему веществу, вырабатывает иммунитет и его просто не уничтожить. Если проводить обработки, то нужно менять препараты, менять действующие вещества. Например, если одну обработку вы сделали препаратом Тонрек, то следующую обработку сделайте препаратом Детис. У этих препаратов различные действующие вещества, а значит вредитель не будет вырабатывать иммунитет. Химические препараты, конечно же, используют больше на больших площадях, у кого большие участки. На приусадебных участках, где малые площади, конечно же, химию применять не очень хочется. Можно использовать различные биологические препараты. Против колорадского жука можно использовать такие биопрепараты, как битоксибацилин, препараты на основе метаризиума, либо на основе баверии. Я использую вот такие препараты. Уже предварительно, перед посадкой, я обрабатываю раствором данных препаратов клубни. Если, например, вы не делали такие обработки против вредителя, то еще не поздно обработать сходы данными препаратами, либо пролить почву. Понадобится 1 чайная ложка одного препарата и 1 чайная ложка второго препарата. Растворяем все это в 10 литрах воды и проливаем грядки, либо обрабатываем сами растения. Это все же профилактические обработки. Если у вас уже вредитель сидит на кустах, уже поедает листья, то, конечно, такая обработка будет малоэффективна. Препараты биологические так быстро не действуют, как химические. И просто жук за это время успеет нанести большой урон картофелю, объезд все листья. Поэтому такие препараты нужно применять заблаговременно. Обрабатывать клубни, обрабатывать почву, либо обрабатывать сами растения, как только появляется схода. Если картофель уже большой, у вас там море вредителя, то, конечно, такие препараты вам не помогут. Придется использовать химию, либо собирать вредителя, вручную стрясать ведра, еще в какие-либо емкости. И только в этом случае вы сможете побороть колорадского жука. Самый важный этап при борьбе с вредителем, это сбор взрослых особей колорадского жука, полосатых жуков. Жуков нужно собирать практически каждый день, потому что вредитель перелетает с одного участка на другой. Если мы на небольших участках соберем даже вручную вот этих взрослых особей, у нас получается не будет личинок на листьях, а значит урон картофели будет наименьшим. И не потребуется применять какую-либо химию или даже биопрепараты покупать, если участки небольшие. Важным этапом в борьбе с колорадским жуком является соблюдение севооборота. Не стоит выращивать картофель из года в год на одном и том же участке. Хотя бы раз в несколько лет меняйте участок, тогда будет гораздо меньше вредителя, гораздо меньше различной сорной травы и заболеваний картофеля. Возможно, кто-то из наших зрителей живет в деревне и держит какое-либо хозяйство. Есть такие птицы, цесарки называются. Вот эти птицы с удовольствием поедают колорадских жуков. Если у вас есть такие птички, есть картофельное поле, то можете выпускать птицу в свободный выгул на это поле, и они уничтожат всех вредителей. Существуют различные сорта картофеля, которые более устойчивы, относительно устойчивы к колорадскому жуку. Это такие сорта, как никулинский, брянский надежный, темп, лосунок и другие сорта. Эти сорта были получены путем скрещивания с диким картофелем, у которого более жесткая листва, которая не нравится колорадскому жуку, и жуки повреждают такие сорта меньше, чем другие сорта. Поэтому, если есть возможность, приобретайте вот такие хорошие сорта, устойчивые к колорадскому жуку, тогда урон будет немного поменьше. Нужно сказать, что колорадский жук не причинит такого огромного урона урожаю, если меры борьбы предпринимать заблаговременно. Не допускать того, чтобы вредитель сильно размножился и распространился по участку. Поэтому уже сейчас, когда еще картошка маленькая, когда только появились сходы, вот если видите вот это поле, в этом году у нас картофель еще только-только из земли вылез, провели окучивание. Обычно в этот период у нас уже картофель зацветает, но из-за холодной погоды у нас сдвинулись сроки посадки, а значит сдвинулись и сроки цветения и сбора урожая. Примерно картофель в этом году у нас вырастет на 2-3 недели позже обычного. Обязательно обрабатывайте свое картофельное поле от колорадского жука, и только в этом случае вы соберете урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!